Всем привет! Это видео будет про мою ринантеру, которую я снимала еще месяц назад, а это небольшая предыстория к нему. Ее я покупала 7 месяцев назад. Вот это фотографии с того видео, где я снимала распаковочку ее. Она была с небольшим цветоносиком. И обратите внимание на вот этот желтеющий листик с такими темными пятнышками. Я его тогда не убрала, пожалела, решила понаблюдать. Вот она так красиво процвела через 2 месяца. Эти пятна никак не развивались до начала осени. В начале осени они начали расти. И вот что из этого. Всем привет! Хочу показать свою ринантерку. Вот ее название. Я ее покупала весной, по-моему. Она сразу же выпустила цветоносик, процвела, я снимала цветение. И тогда, когда я ее только получила, у нее были вот пятна черные на этом листике. И вроде на этом. Точно уже не помню, но там было пару пятнышек. Вот я листик не сняла. И вот теперь пожалела. Я решила понаблюдать. Вот осенью они начали желтеть. Вот так вот, вот так вот пошла желтизна. Не по стволике, по листикам. Я уже два раза замачивала фундазоли, фитоспорини. И вот смотрю дальше, желтеет ли или нет. Хотя корни там хорошие. У меня сидел в этой корзинке, в мхе, в том, к которому она пришла. Единственное, что я его немножечко распушила. Вот. Я уже решила убрать этот мох. Мох убрала, я только что его замачивала. Поставила вот в такой вот мерный стакан, чтобы вода не капала. Так что я уже пересадила в кору. И корни там есть растущие, хорошие. К сожалению, не видно. Но корни всех хорошенькие, живые. Здесь вот один подсох, я его обрезала. И вот такая вот желтизна идет. Я вот замочила и решила еще посмотреть, как после обработок, после замачивания, какой результат. Вот если остановится эта желтизна, то не буду лезть. Но последний желтеющий листик был, это вот этот, с той стороны. И я себе так запомнила, что там, где растет цветонос, вот этот листик был зелененький. Я вот смотрю, вчера подошла, с этой стороны так это все выглядит. Вот этот листик, последний, который был зеленый. И вот желтизна уже идет на этот листик. Так что, наверное, все-таки придется удалить эти листья. Не хотелось, конечно, удалять листья, потому что, ну что это будет за вид у нее. Ну, наверное, видимо, придется, потому что просто пожелтеет, пожелтеет все листья и все. Так что, наверное, я сейчас удалю один-два листика и там посмотрим, какой там ствол толщины. Вот какая шея. Тогда уже буду думать, что дальше делать. Ну вот, не хотелось этот листик обрезать, потому что, думаю, будет некрасиво. А вдруг он дальше не продолжит стернеть? И вот я его пожалела. Вот этот, по-моему, точно был черный. Или этот, либо этот, но какой-то еще черные точечки. И вот что, смотрите, пошло. Так что, сейчас буду снимать вот эти листики. Они плотненькие, хорошие. Ну вот, почему желтеет, не пойму. А там посмотрим, покажу. Так, хочу показать. Сняла вот только что один листик, видите? Вот внутри. И тут хочу показать, вот что там. Видите, какое вот коричневое пятно. Вот, конечно, кушать мы пришли. Так что, вот так вот внутри выглядит листик. И буду удалять. А если бы просто сразу не пожалела вот эти листики, то, возможно, бы такое не случилось. А так я просто смотрю, что... Вот, смотрите, вот. Там внутри листика все тоже черный. А так смотрю, что оно все идет дальше, дальше, дальше. Я жалею, жалею. А тут осталось пару листиков. Вот такая пальмочка теперь у меня. Конечно, без слез не взглянешь. Но что есть, то есть. К сожалению, без потери никак не получается. Это живые растения. И они тоже болеют. Что-то им не так. И вот бывает, что не получается спасти. Я не знаю, что это такое. У меня не было еще такого. Правильно я сделала или нет. Кто знает, что это такое, напишите, поделитесь. Возможно, будет уже поздно. Но хоть буду знать в дальнейшем. Вот. Так что, пока я еще, наверное, раз обработаю фитоспорин. И его сейчас разведу, замочу. Полностью замачивала. С листиками, естественно. И фундазоли два раза. И фитоспорини. Ну, вот смотрю, ждала, ждала, что вроде дальше не желтит листья. Но вот вчера подошла, вот хотела замочить, полить. Смотрю, опять пошла желтела с дна выше. Мне теперь хочется этот суглик заглубить куда-то в корзину. Потому что, ой, чтобы не было так страшно. Ну, ладно, вот что, что есть, то есть. Ну, вот прошла неделя. И я смотрю, я обработала еще фундазолом. Нечистым фундазолом. Ложечка, по-моему, я чайную ложку разводила на литр воды. Замочила корни. И потом прошлась по листикам. Кисточка и по стволику. И вот, смотрите, что с ним происходит. То есть, я смотрю, это желтизна. Вот идет она дальше по стволику. Вот. И, пытаясь. Вот, видите? То есть, эти вот точки, желтенькие. Вот это желтые. Оно все идет вверх по стволику. Еще пару дней назад я смотрела, была совсем маленькая пятнышко вот здесь. И теперь оно разрастается. Так что, только что посмотрела, что оно побольше и уже вокруг ствола. И все-таки, хоть и маленькая макушка, но я таки ее срежу. Вот уже обработала инструмент. И посмотрю. Но если я не срежу, я так понимаю, что оно просто все пожелтеет и опадет. А так, корни я не буду выбрасывать. Возможно, что-то оно даст. Потому что корни хорошие. Ну, попробую вот срежу макушку. Возможно, она выпустит корешки. Здесь ствол твердый, хороший. Буду надеяться, что она даст корешки и все с ней будет хорошо. Не хочется, конечно, чтобы она пропала. Очень красивая. Да, любое живое растение. Не хочется, чтобы оно пропадало. Ну, вот я срезала. Срез вроде чистый. Ну, вот такой вот срезик. Наверное, я еще вот этот листик сниму. Последний. А это поставлю просто, возможно, листиками воду. И буду ждать, что она пустит мне корешки. Вот эта верхушечка. Вот так вот. Сняла листик. И смотрите, желтизна. Здесь проступает. Могу фокусировку навести. Вот. Так что, ну, не знаю, что с ней делать. А там, смотрю, уже на стволике виднеются фиолетовые вот эти точечки. Я так понимаю, это фазариоз. И вот здесь проглядываются такие вот розовые на стволике пятнышки. И даже вот здесь вот такой вот фиолетовый цвет. А эти кадры были сняты еще через неделю. Стволик тот длинный, где был пень, начал усыхать. И я решила его обрезать. И вот это я по кусочку срезала. Видите, какое темное было внутри. Резала до живой чистой ткани. Потом я обрабатывала средством фиолетовым. Замазала палец. Но это такой. Так что, вот столько я срезала. И остался мне маленький пенек. Ну и вот, что у меня осталось на сегодняшний день. После последнего среза, который я вот делала, прошло уже более двух недель. Вот так вот себя чувствует верхушка. Пока никаких я не вижу изменений. Корешки не пробиваются. Вот тут что-то как бы желтеет. Желтеет. Вот так вот. Пока здесь обработано этим средством, которым я испачкалась. Вот. И пень. Пень тоже пока сидит. Ну, вроде стволик живой. Видите, там вот почки набухли. Так что, я надеюсь, возможно, это вот корешки-то хорошие у него. Возможно, корни дадут деточку вот этот сам пенек. Но пока что ничего такого нет. Так что, корни, вот смотрю, вроде хорошие через дырочки. Растущих тоже вроде не вижу, но вот так вот. Вот такая вот печальная у меня история с моей красивой ренантеркой. Ну, надеюсь, что еще не все потеряно. И у нее будет вторая жизнь. Посмотрим.